За окном еще комфортная погода, но Брестское городское предприятие «Коммунальник» уже полностью готово к зиме. Завершена подготовка, ремонт снегоочистительной и песко-солераспределительной техники. Капризом погоды подготовлены и работники предприятия. Среди тех, кто находится во всеоружии, водитель спецтехники Илья Зданевич. Специфику автомобиля он знает как свои пять пальцев, а потому волнений перед началом зимнего периода у него нет. Машина справится с любыми погодными сюрпризами, ведь у нее есть верный помощник. Это снеговая лопата, так называемый отвал. Используется для очистки дорожного полотна, так сказать, от снега. Чистим, получается, можем и влево, и вправо очистить, то есть отбрасывать в одну и во вторую сторону. Но, опять же, когда снежный покров, наверное, более пяти сантиметров, наверное, до этого еще не чистим, потому что не имеет смысла. В нынешнем году материально-техническая база коммунальника была расширена. Для работы в зимний период добавилось шесть машин. Теперь дать бой стихии будет в разы проще. На данный момент мы готовы 100% к выполнению задач, которые перед нами стоят. Мы готовились к сложным погодным условиям, поэтому готовы к развитию любой ситуации. Нами заготовлено 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Имеется на предприятии в технически исправном состоянии 32 пескоразбрасывателя, 11 тракторов со щеткой и с отвалом, 14 погрузчиков снега и 20 единиц самосвальной техники. В случае обильных снегопадов будут привлечены сторонние организации. Это порядка 25 предприятий, у которых есть подобная техника. Дежурные смены водительского состава уже созданы. На страже чистоты и порядка они будут находиться в круглосуточном режиме. С приходом зимних холодов и обильных снегопадов в первую очередь будут очищать остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. А делать этот процесс оперативным – одна из главных задач диспетчеров предприятия. В зимний период, конечно, у диспетчера больше работы, так как приходится контролировать ситуацию на дороге. В этом нам очень помогают сотрудники ГАИ. Также надо всегда и по рации, и по телефону общаться с водителями, которые могут подсказать при мониторинге дорог, что там происходит, какая проезжая часть, скользко, не скользко. Также очень много звонков поступает от населения города, недовольных обученных, но мы все это устраняем. Следить за выполнением работ диспетчером помогает экран, на котором мониторить ситуацию, прослеживать траекторию маршрута водителя и предпринимать необходимые меры для эффективной работы просто. Зима еще не вступила в свои права и не показала норов, но опираясь на цифры календаря, горожане вскоре смогут самостоятельно оценить готовность коммунальных служб к работе.